Моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. В каждом звуке след истории. Создание известной седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича напрямую связано с нашим городом. Композитор был эвакуирован из родного Ленинграда в Кубышев в самом начале войны. Именно здесь, на Волжской земле, он закончил работу над своим музыкальным произведением, которое в дальнейшем стало одним из самых узнаваемых. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича впервые прозвучала 5 марта 1942 года в городе Кубышев, 81 год назад. В честь этой памятной даты в Самарском дворце ветеранов состоялась патриотическая акция «Седьмая симфония в запасной столице». Конечно, прежде всего, цель сегодняшней акции патриотической – это воспитание в подрастающем поколении гордости за поколение победителей, за тех людей, которые действительно ценой жизни отстояли победу и какова роль была в этой победе искусство. В концертном зале Дворца ветеранов собрались представители общества инвалидов, учащиеся школ, военнослужащие, чтобы почтить память автора легендарного музыкального произведения и узнать для себя что-то новое об истории города и края. Внимание уделяется периоду, когда Кубышев являлся столицей нашей страны, и в этот период в Кубышев приезжает Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В квартире, которая была ему предоставлена, Дмитрий Дмитриевич поставил финальную точку в своей симфонии. Седьмой симфонии репетиции проходили в Дворце культуры на втором этаже, где располагался симфонический оркестр. Участникам акции показали документальные фильмы, а на сцене выступили музыканты, исполнив известные композиции, в том числе и те, которые были написаны Дмитрием Шостаковичем. В завершении встречи гости посетили Музей культуры и искусства Кубышева в годы войны. Александра Гусева, Игорь Казановский, События.